Дорогие мои, меня зовут Светлана. Я начинающий блогер. Сегодня у блогера голоса нет, блогер заболел. Но все-таки я хочу вам показать вот такое коротенькое видео, чтобы вы, может быть, тоже чем-то увлеклись, делали что-то приятное в своей жизни. Вот я увлекаюсь не только лепкой из бетона, но еще мы с мужем еще занимаемся выращиванием всяких растений. Особенно мы любим хвойные растения. Вот такая зеленая любовь у нас. Причем эта зеленая любовь, мне кажется, даже сложно назвать одним цветом, потому что хвойные растения, они разных цветов. То есть это все оттенки зеленого. Ну, сейчас я немножечко вам покажу наш сад. Немножко. Потому что поскольку мы люди-то творческие, ну, везде не успеешь, это точно. И работать с бетоном, и ухаживать за садом, но что-то все-таки удается. Вот, например, вот у нас такой вот вид неплохой. Вот, посмотрите. Вот, когда выходишь у нас с террасы, сразу в глаза бросается вот такой вот можжевельник. Этот можжевельник называется blue carpet, голубой ковер. Когда-то мы посадили очень маленький этот можжевельник, но сейчас на протяжении уже многих лет он, во-первых, он очень разросся сильно. Да, я не хочу сказать, он прекрасное украшение. И посмотрите, какой он красавец. Да, но все-таки очень жалко такой можжевельник. Придется теперь стричь, усекать. Еще вот здесь у нас растет наше любимое, и можно сказать, даже наше первое растение, которое мы приобрели много лет назад, когда у нас здесь еще был пустырь. Это растение называется сосна горная. Это наше самое первое растение. Мы его посадили. У нас здесь была альпийская горка. Росло очень много мелких растений. И среди них возвышалась 35-сантиметровая вот эта вот сосна горная. Сейчас эта сосна горная вот такая вот выросла бы большая, красивая. Хотя, в принципе, это кустовая форма сосны. Раньше мы ее стригли. Вот уже два года мы пропускаем стрижку. Следующий год придется ее уже стричь. Вот такая красавица. Все растения мелкие, которые мы здесь сажали, когда у нас была альпийская горка, они с нее просто были выдавлены. И на ней остались только одни можжевельники, которые... И сосна горная, которые очень любят превалирующие высоты. То есть немножко возвышаться над всем остальным. Растут они здесь, конечно, прекрасно. Вот еще попадается голубой ковер. Еще вот желтый можжевельник. Я не знаю точное название, не помню. И низкий барбарис. Тоже очень красивое растение. Он низкий. Формировать его не нужно. Он сам растет в виде шара, увеличиваясь только в диаметре. Одно из самых первых растений, которое когда-то было посажено на нашем участке, это был можжевельник казацкий. Можжевельник казацкий – это районированные растения. У него растет прекрасно. У него костровая форма. Высотой он примерно 50 сантиметров. Но если вы представляете пламя, разлетающего с костра, то это как раз и есть костровая форма. На участке тоже стоят различные всякие украшения. Я люблю вот этот вот замок такой небольшой, или домик какой-то. Вот украшением служит из бетона. Зимует он прекрасно. Можно, конечно, закрыть какой-то коробкой, потому что здесь во время зимы все покрыто очень высоким снежным покровом. Так, вот здесь у нас небольшой такой пятачок. Пятачок, газончик, да. Мне кажется, в газончике никогда не надо отказываться, потому что вот именно вот эти вот пустые места, покрытые зеленой травой, они формируют ландшафт любого участка. То есть для того, чтобы ваш участок красиво смотрелся, обязательно должны быть газоны, должны обязательно быть пустоты, для того, чтобы глаз где-то отдыхал. Если все вот забито растениями, к чему, надо сказать, мы очень склонны, потому что мы все-таки разводили растения, выращивали. И сейчас настал такой момент, участок очень маленький. Не хочется вот почиститься, как говорится, разбрахлиться, чтобы не было вот этого вот такой забитости этими растениями, да. Вот еще одна из моих самых любимых туй. Это туя даника. Этой даники 10 лет. Было такое дело, что когда зимой полностью здесь все закрыто снегом, поскольку у нас участок находится все-таки на склоне, в нее вступили, в нее вступили, здесь был вот такой большой шесть лет. Но она такое растение чудесное, что она все это нивелировала, заросла. Еще есть вот такие вот туи. Эти туи очень красивые, у них очень красивая хвоя. Эти туи называются туи восточные. Их очень сложно сохранить, возраст у них уже приличный. А вот сохранять удается только за счет того, что мы ставим здесь практически, вот я даже не знаю, в этом году настолько они хорошо разрослись, благодаря вот тому, что мы их защищали. То есть мы их вязали, ставили в мешок, в мешок засыпали снег. То есть это такой был процесс, очень-очень трудоемкий. И благодаря этому удалось сохранить вот эти прекрасные туи. Вот эту туи я не помню, у нас туи практически все сортовые. Название не помню, но она хороша тем, что она такая хвоя у нее пестрая. Она вообще-то должна быть большая. И форма у нее яйцевидная. Но бывали такие зимы, точнее весна, когда она почти вся как-то то ли выгорала, то ли какие-то были неблагоприятные условия. Но вот она знаете, как растет? Она вот выкидывает шишку, выбрасывает шишку вверх. И к этой шишке потом все ветки свои подтягивает. Хорошая туя, красивая. Вот эта туя любимица мужа. Она называется не волосяная. Нитевидная. Нитевидная какая-то. Точно тоже не могу сказать. Но во всяком случае, кто к нам на участок не приходит, они все обращают внимание на эту туи и говорят, боже мой, какая у нас большая, мы видели только маленькую. Я говорю, вот посмотрите, какая у нас у нас и большая. Вот. Когда-то очень давно у нас было такое решение. У меня, во всяком случае, мне так хотелось, чтобы была какая-то зеленая комната, закрытая от посторонних глаз, чтобы можно было тут и позагорать, и чтобы никто тебя не видел, чтобы она какая-то такая была интимная. Вот. И мы сами выращивали вот эти вот можжевельники и посадили вот буквально вот в такой веточке. Вот в такой веточке выросли вот такие вот красавцы. Когда все эти веточки были посажены, мне кажется, я никогда не доживу до того, чтобы они выросли. Сейчас уже прошло время. Не знаю, может быть, лет семь. И теперь вот я смотрю, эти красавцы выросли уже более трех метров. Вот такая зеленая комната. И нужно уже будет усекать проводники, макушки, и формировать прямо такую живую изгородь. Потому что расстаться с ними, конечно, невозможно. Они очень красивые. Еще вот у нас на газоне есть вот такой вот кипарисовик. Этот кипарисовик называется Булевар. Он очень красивый, он серебристый, да. Но у этого кипарисовика, его очень любит солнышко, и очень любит всякие хвойные такие, не знаю, болезни, неболезни. Бывают такие, в общем, были такие годы, когда он уже был, в принципе, большой, но у него внутренняя часть была вся покрыта, не знаю, такая хвоя становилась. Она становилась такая вся желто-оранжевая. То ли это был грибок, то ли что. Ну вот я вам покажу вот сейчас вот здесь. Вот смотрите, вот видите, вот вся туя была вот такая вот внутри. И для того, чтобы, ну не знаешь, как с ней поступить, с этой туей, да. И однажды мне в журнале попалась картинка, что именно вот из этой туи боливар делают бонсай. Бонсай, сами понимаете, это очень дорогостоящие растения, которые выращивают определенным способом, не давая расти, формируя тем самым вот эту вот, все его тут, скелетную его систему, для того, чтобы на кончиках были пушистые в этой ветке, разросшиеся. Я тоже самое. Для того, чтобы это растение не губить, я тоже раз в несколько лет провожу такую чистку. Вот сейчас вот он у меня почищен, я его в начале весны весь обработала. То есть я взяла таз, ножницы, и все вот это вот и сделал из него бонсай. Надо сказать, обработка была очень жестокая. Выглядел он... Ну хорошо он выглядел. Вот сейчас прошло три месяца, после того, как я его обработала, все вот эти вот макушечные ветки дали дополнительные побеги. То есть своей стрижкой я стимулировала рост вот этих вот ветвей. И выглядит очень даже ничего. Очень даже оригинально. Вот такие вот растения растут у нас на нашем газончике небольшом. Мы называем его пятачок. На этом пятачке у нас, поскольку у нас живут две таксы, две сестры. Одна очень-очень толстая, другая очень-очень худая. По характеру абсолютно разный. И вот на этом месте они все время кружатся, играют. То есть у нас газон востребован по полной программе. Но на сегодня я свое небольшое видео заканчиваю. Думаю, вам было интересно. Может быть, вы зададите какие-то мне вопросы. Как вы все это вырастили? Как мы можем за этим всем ухаживать, следить? И вообще, может быть, что-то у вас возникло. Какие-то замечания. Или какие-то... Ну, не знаю. Я принимаю все. Все, что скажете, я рассмотрю все предложения. Ну вот, на сегодня я свое видео заканчиваю. У нас еще живет кошка. Кошка безымянка. На сегодня я заканчиваю свое видео. С вами прощаюсь. Всего вам доброго. Положительных эмоций. Сегодня сентябрьский теплый день. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok